Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Олеся Медведева. В последнее время под своими блогами я вижу комментарии с просьбой разобрать ситуацию, которая складывается вокруг Киево-Печерской лавры, и в одном из предыдущих блогов я уже пообещала это сделать, делаю прямо сейчас. Во-первых, видно, что в последнее время власти Украины очень резко усиливают давление на Украинскую Православную Церковь. Начались они, конечно же, не сейчас, они идут уже давно, а прям активными они стали в последние полгода, о чем я постоянно говорила, несколько, 5 или 6 видео уже вышло на эту тему. И, собственно, как мы и предполагали, Киево-Печерская лавра стала самой горячей точкой противостояния между украинской властью и УПЦ. По сути, УПЦ объявили частью пятой колонны, якобы за деятельность, способствующую сохранению влияния России на Украину. При том, что Церковь с первых дней вторжения Российской Федерации заняла позицию по осуждению России, а также осудила позицию патриарха Кирилла по войне. Тогда, конечно, представители украинской власти эти моменты комментировали весьма позитивно. При этом у УПЦ с РПЦ отношения стали довольно напряженными, поскольку русская православная церковь переподчинила себе приходы УПЦ на большинстве аннексированных территорий. Однако у УПЦ вскоре начались проблемы и с украинскими властями. Против многих иерархов церкви возбудили уголовные дела. Кого-то в якобы связях с Россией, а кого-то даже в сотрудничестве. Причины таких действий власти трактовались экспертами, нашими источниками в церкви и самими представителями власти по-разному. По одной из версий это были такие пиар-акции с целью показать, что власть активно ведет борьбу с внутренним врагом. Согласно другой версии в окружении Зеленского возобладали люди, которые считают, что с УПЦ надо покончить или объединить эту церковь с ПЦУ. Сторонников этой линии, которую, кстати, по распространенному мнению поддерживают и в Госдепе США, было много при власти еще со времен Порошенко. И много их осталось и при Зеленском. До войны Зеленский в эти дела не особо вникал, но, скорее всего, после 24 февраля, после начала российского вторжения, его постепенно начали подводить к мысли, что он может войти в историю, если покончит с Московской церковью. А как мы знаем, Зеленский очень хочет войти в историю, да и так, судя по всему, в нее уже войдет, точнее вошел. И, наконец, согласно третьей версии, которая распространена и среди УПЦ, таким образом власть пытается взять церковь под свой контроль. Так или иначе, но действия украинских властей с осени прошлого года идут в сторону направления усиления давления на УПЦ. С этой целью начался и процесс выселения УПЦ с Лавры, с Киево-Печерской Лавры. Сначала им было отказано в совершении богослужения в главном храме Лавры, Успенском соборе, а также находящейся рядом с ним трапезной церкви. И собор, и церковь – это все верхняя Лавра. И одновременно с этим разрешили служить в Успенском соборе Православной Церкви Украины, ПЦУ. Первая служба состоялась на Рождество 7 января этого года. Даже несмотря на то, что сейчас украинская власть продвигает Рождество в декабре, многие украинские чиновники на эту службу пришли, были и слуги народа. То есть власти дали понять, что для УПЦ потери Верхней Лавры все не ограничится. И было уже с тех пор весьма ожидаемо, что расторгнут и договор аренды по Нижней Лавре. При этом ПЦУ сразу заявило о желании получить в пользование весь лаврский комплекс, а не только Верхнюю Лавру. И с этим письмом о выселении УПЦ из Нижней Лавры стало понятно, что власть от своих планов не отказалась, а их воплощение перешло в финальную стадию. В документе, в частности, говорится, что межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине, созданная в ходе выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года, установила нарушение монастырем УПЦ условий договора по использованию государственного имущества. Учитывая выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины от 9 марта, на основании пункта 8.1 договора заповедник предупреждает о расторжении договора с 29 марта 2023 года с целью проведения процедуры приема передачи государственного имущества монастырю необходимо осуществить мероприятие по освобождению зданий и сооружений имущества, которое является государственной собственностью и находится на балансе заповедника. При этом монастырю предложено прислать в комиссию своих представителей комиссия по приему имущества. Минкульт продублировал это письмо на своем сайте, тем самым подтвердив, хотя это и так было очевидно, свое согласие на выселение УПЦ, их монахов, из Киево-Печерской лавры. Мы, в свою очередь, взяли комментарий у представителей Украинской Православной Церкви. Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский-Прилугский Климент сказал, УПЦ не может выселиться из монастыря, поскольку для этого нет никаких юридических обоснований. Более того, непонятно на основании чего мы должны передавать те материальные ценности и то культурное наследие, которое было возрождено и сохранялось монахами. На каком основании передавать это людям, которым не имеют к этому никакого отношения? Они его не создавали, не реконструировали, а только разрушали все предыдущие годы и теперь хотят отобрать его у нас. Слова Климента можно понять как отказ монастыря добровольно покидать Нижнюю Лавру. Наш собеседник, близкий к УПЦ, также считает, что позиция церкви будет такова, что они считают это решение незаконным и добровольно здание Нижней Лавры покидать не будут. А если власть попробует выгнать монахов силой, то представьте, как это будет выглядеть. Кроме того, не исключаю, что на помощь церкви придут прихожане, будет серьезная конфликтная ситуация, предполагает источник. Он также дает свое объяснение причин выселения УПЦ из Киева-Печерской Лавры. Они, то есть украинские власти, думают, что это будет унижение для Кремля, хотя реальность ровно обратная. Кремлю и РПЦ такое развитие событий очень выгодно. Во-первых, усиливается внутренняя конфронтация в украинском обществе. Нельзя забывать и то, что многие тысячи прихожан УПЦ воюют в рядах ВСУ. Как это скажется на их боевом духе? Во-вторых, УПЦ с точки зрения Москвы это, по сути, бунтовщики, которые бросили вызов РПЦ. Их, получается, сама же украинская власть наказывает. В-третьих, они будут заявлять, в том числе и на международной арене, о гонении на православие в Украине. А для российского общества будет еще один аргумент о том, что нынешняя война священная. Украинский политолог Руслан Бортник считает, что сейчас УПЦ оказалась перед выбором своего дальнейшего пути. Церковь оказалась перед выбором разорвать окончательно канонические связи с РПЦ, изгнать из своих рядов иерархов, на которых власть поставила свою метку, и согласиться на диалог с ПЦУ о грядущем объединении или попасть в опалу, когда она будет постепенно выдавливаться из всех сфер общественной жизни и дискредитироваться. При этом в УПЦ нет единства, как мне кажется, в отношении линии поведения. Есть силы, выступающие за лояльность к власти и сближение с ПЦУ, и силы, отстаивающие сохранение связи с РПЦ и различные модели сопротивления государственной машине. Этот выбор грозит расколом УПЦ, тогда ее части начнут расходиться и жить своей жизнью, однако это не значит, что давление власти тогда уменьшится. В целом, разрыв договора об аренде Нижней Лавры со всеми вытекающими последствиями приведет к усилению конфликтности в украинском обществе, причем в сфере иррационального веры, что чрезвычайно опасно. По мнению другого политолога Вадима Карасева, УПЦ предстоят сложные времена и даже, вероятно, уход в подполье. Но это поставит вопрос о лояльности части общества к государству, и главное, такие шаги власти не решат украинский религиозный вопрос, а наоборот обострят, переведя его в разряд тикающей бомбы. Вот такая непростая очень ситуация, дорогие мои друзья, мы будем следить за развитием событий, все анализировать и, конечно же, рассказывать вам. Еще раз хочу напомнить, что несколько дней на следующей неделе я, скорее всего, не буду выходить в эфир, потому что мне необходимо решить вопросы со здоровьем, которые уже просто невозможно откладывать. Надеюсь на ваше понимание и обещаю, что без информации, без аналитики вы не останетесь. Совсем скоро снова с вами увидимся. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok